Ну что ж, продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. У нас в гостях Юлия Латышева, известный психотерапевт и автор метода похудения. Мы говорим о том, как избавиться от лишних килограммов и что является главной причиной в нашей организме, которая мешает нам быть стройными. Да, Юля? Да. Вот что нам мешает быть стройными? А мы ведь так хотим. Нам так этого хочется. Да. В своей программе я начинаю обычно с выработки устойчивой мотивации. Это очень важно и с этого нужно начинать. Что такое мотивация? Мотивация – это очень сильное желание. Это почему человеку… Причина. Зачем я это делаю? Да, зачем мне это надо? Что я готов сделать для того, чтобы достичь вот этого, вот того, чего мне надо. Как пример, высоко мотивированный человек, человек, который не ел три дня. Вот это очень высокая мотивация – развивать в себе поисковое поведение на добычу еды. Вот, то есть мотивироваться надо очень сильно. Иначе процесс, как говорится, будет колебаться из пустого в порожнее постоянно и всю жизнь. Для того, чтобы мотивацию эту в себе увидеть и развить, нужно создавать эмоционально яркие окрашенные образы в подсознании. Потому что именно подсознание мешает нам, к сожалению, идти к своей цели. Быть стройными, да? Быть стройными, да. Ну и вообще к любой цели. Ведь, смотрите, вот некоторые люди стройнеют действительно, занимаются собой. Вроде на каком-то этапе начинает что-то получаться. Но как только, я знаю массу этого примеров, как только там женщины или мужчины немножко постройнели, сбросили энное количество килограмм, поздравили себя с этим, обрадовались. Расслабились. Какой я молодец или какая молодец. И после этого решают, ну раз я уже скинула там 7 килограммов, то могу я съесть эту маленькую булочку, уж ничего не будет, потому что я теперь уже знаю, как я могу остановиться. И это ошибка. И это ошибка. Потому что начинают набирать набор, повторный набор веса. Почему мы возвращаемся снова? Еще и с плюсом часто бывает. Это в основном так и бывает. Почему? Во-первых, потому что, когда мы расслабляемся, да, потерянные килограммы, ушедшие, они же не могут просто так вот уйти неосознанно и не вернуться. Почему? Потому что задача организма сохранить жизнь, сохранить то, как было. То есть статус-кво, существующее положение самое важное для подсознания в том числе. Если подсознание наше уверено, что мне замечательно было в 70 килограммах или там в 100 килограммах, у кого сколько, да, нормально себя чувствую? Вот как у нашей телезрительницы, да? Вот она болела. То есть до болезни у нее было 100 килограммов, это был ее вес. Да. Потом она заболела, похудела на 30 килограммов, а потом сейчас она снова поправилась до 100 килограммов. Практически до своего веса. Даже 140 она. Да, и уже набрала лишнее, да. То есть именно когда мы теряем вес и не даем программу стройности подсознанию, вот тогда организм и набирает. Откуда взял, туда и положит. Это физиология и это закон, который мы все время нарушаем. Мы хотим его обхитрить. Да, мы хотим обхитрить, но, к сожалению, обхитрить природу невозможно. И если мы не перетянем подсознание наше на нашу сторону, на худеющую сторону, то нас все время будут ждать неудачи. Мы будем... На стройнеющую, да? Да, да, да. Потому что худеть от слова худо. Да, да, да. Организм это тоже, говорят, считывает, да? Однозначно. Строенеть. Строенеть, да. Ну вот сейчас идет пост. Да. Какое значение, скажем так, поста, психофизиологическое в жизни человека? Понятно, что наша церковь вкладывает в это определенное значение. Это пост, это не только, так сказать, очищение организма от ненужной печи, но это еще и главное духовное очищение. Да. Но все-таки, что вы можете сказать, как психолог и человек, который занимается стройностью? Вот пост. Полезно? Хорошо? Как? Пост, конечно же, полезно. Конечно, это хорошо. Но дело в том, что люди, которые пост соблюдают, в основном люди религиозные. Это глубоко верующие люди. Вот. У них есть установка внутренняя, осознанная. Зачем я это делаю? Вот эта сильнейшая мотивация просветлеть, да, снискать вот эту благодать, которую, да, мы получаем во время причастия после поста, это действительно такая эйфория. Ну, когда голодному человеку дают немножечко вина, да, вот этот кусочек этой просфоры, да, вот. И, естественно, у него повышается настроение, вот это вот ощущение благодати, ощущение слияния с Богом, усиление действенности, молитвы. Это все, конечно же, влияет. А как это психологически происходит? Каким образом голодание? Вот в каких-то случаях мы говорим, что голодание – это вредно. Вредно. Нельзя голодать для стройности фигуры. А пост – это, я думаю, что такое более грамотное голодание, да? Пост – это не голодание. Пост – это ограничение потребления белковой пищи. Дело в том, что белок организм наш практически не может ниоткуда получить, кроме как из пищи. Вот. И начинает вырабатывать сам различными способами. Каким образом может вырабатываться белок? Напряжение мышц, выделяется молочная кислота. Когда у нас мышцы напрягаются? Ну, когда мы спортом занимаемся. Когда мы спортом занимаемся. Это даже тогда, когда мы просто раздражаемся и нервничаем. Иногда источником белка являются бактерии сапрофиты, которые организм тоже с удовольствием выращивает в нашем кишечнике. Если нет извне, не поступает белка. Да. То есть организм сам способен вот таких бактерий разводить и использовать их в качестве белковой пищи. Пост – это не голодание. Это действительно влияет на очищение различных систем организма и благотворно действует. Потому что это, в общем-то, достаточно кратковременно. То есть это сколько-то месяц, полтора. Да, там какие-то разные они по длительности посты бывают. Вот весенний пост как раз после зимней спячки, после зимнего нашего ожирения, лежебочества. Очень полезная процедура. И даже человек, как говорится, не очень близкий, может быть, к религиозным каким-то условиям. Да, очень многие придерживаются. Да, да. Почему бы не позволить? И это влияет и на наш психологический фонг. Конечно, конечно. У нас появляется ощущение, во-первых, лёгкости сразу в теле. Когда в теле лёгкость образуется, тогда начинает и голова проясняться. То есть мысли при недоедании становятся более острыми, более чёткими, более такими одухотворёнными. При непереедании, я бы так сказать. При непереедании. Почему? Я бы не взяла вопрос недоеданием. Это просто, наверное, возможность непереедать. Да, да, да. Жить в физиологическом режиме. Ни один первобытный человек не мог себе позволить переедать. И у нас в физиологии так и устроена. Мы не должны переедать. Ну, вот на это и... Прекрасно. Итак, значит, если возвращаться к тому, что нам мешает быть встроенными, то это наша неправильная мотивация. Значит, мы неправильно себя мотивируем. Давайте поговорим о том, как в вашем методе коррекции веса нужно правильно себя мотивировать. Вот человек хочет постранить, предположим, на 5 килограммов. Приходит к вам мужчина или женщина. Что вы начинаете делать с этим человеком? Вы выявляете его сначала психологическую причину, да, которая мешает ему постоянно оставаться встроенным и не задумываться об этом? Или вы создаете правильный мотив? Дело в том, что, к сожалению, я создать лично не могу правильный мотив, потому что это должен делать каждый человек сам для себя. То есть, что важно одному, не важно совершенно другому. Один странеет для того, чтобы на пляж съездить куда-то, да, отдохнуть, красиво выглядеть, чтобы все охали-охали. Другой странеет, потому что суставы на ножках болят, коленки тяжело себя носить. Да, третий худеет, потому что стройнеет, потому что на работу устраиваться надо, там у них дресс-код, фейс-контроль, там разные кучи, да. Да, это тоже есть, да. Да, да, да. И это очень важно. Держит, да. Да, вот. Третий для того, чтобы себя в норму привести после родов, чтобы, как говорится, мужу быть снова интересной. Тут масса, у каждого своя мотивация. Вот, и важно понимать, насколько она сильна. Если женщина после родов, допустим, поправилась излишне, да, ее заботит тот аспект, насколько она привлекательна для своего мужчины. Она начинает борьбу с этим весом, именно борьбу, изнурительную борьбу, да, в борьбе тело у нас наоборот, укрепляется же, мы же знаем. Стресс, борьба ведет к набору. То есть бороться нельзя, не надо. Бороться нельзя. Это неправильно. Неправильно, да. Вот. А муж наоборот, он счастлив, что она такая пышечка. Он давно ее такой не помнит, ему нравится, есть за что подержать, да. То есть масса разных поговорок по этому поводу существует. Вот, то есть у нее мотивации по сути нет, она себя как-то мотивирует, а извне подкрепление не получает. Он говорит, да ты самая лучшая, да ты самая красивая, да ты посмотри, какая хорошенькая. А все у тебя на месте, да? Наконец-то, какое счастье. Она странеет, 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 но все равно скатывается обратно. Вот, это ложная мотивация, это не то, что ей надо. То есть вот это одна история, да, действительно, она достаточно часто встречается в обыденной жизни. Есть такое, да. Хорошо, какие еще есть причины? Вот причины, да. Причина-история. Да, например, мужчины, вот недавно был у меня такой случай, полный молодой человек, у меня был в программе 135 килограмм, нежного возраста, 26 лет всего. Обнаружена была такая причина внутренняя, глубинная, как доброта. То есть он вот этим весом показывал всему миру, что он добрый, что он уютный, мягкий человек. Белый пушистый. Ему нужно было быть другом для всех, влиться в общество. То есть он так адаптировался во внешней среде. И когда он влюбился в девочку, а девочка его воспринимала только как друга, к сожалению. То есть вот он такой плюшевый мишечка, очень уютный. Да, действительно, очень хороший друг. К нему здорово прижаться, здорово поплакаться о своих проблемах. Но как мужчину она его не воспринимала. А у него заявка. Вот сильная мотивация, любовь. Я хочу, чтобы на меня обратила внимание, как на мужчину, любимая женщина. Так, и что? Он снизил вес. И вы знаете, от него пошла другая энергетика. Он перестал быть таким добрячком-просточком. Он стал настоящим мачо. Он действительно очень симпатичный такой молодой человек. И, что удивительно, девушка действительно обратила на него свое внимание. У них сейчас все хорошо. Замечательно. Вот видите, что можно сделать при потере килограммов. У нас очередной звонок в студию. Пожалуйста, говорите, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно задать вопрос такой? Конечно. Вот у меня рецидивирующий полип антрального отдела. Желудка. Три раза удаляли, он снова растет. Что мне делать? Как мне быть? Как это связано с весом? Да. Как это связано с весом? Мы говорим о весе сегодня. Ну, вес. Я немножко поправилась после удаления. В январе 2012 года удаление. Вот сейчас фиброгастроскопия прошла. Он снова вырос 1,8. Да? Ну, я и поправилась. То есть вы поправляетесь на фоне операции, да? Да. Я не хочу. Ну, спасибо. Я не хочу. Я не переедаю. Я не злоупотребляю. Ничем. Не курю, не пью. Ну, как мне быть в этом смысле? Спасибо. Спасибо. То есть после операции у человека вес прибавляется? После операции действительно вес прибавляется, потому что мы, во-первых, себя бережем. Мы двигаемся совершенно в другом режиме. То есть операция на желудке, она, естественно, ведет к тому, что мы какое-то время бережем желудок. То есть мы теряем вес даже, может быть. Мы ограничиваем прием пищи. Вот. В результате, когда проходит стадия заживления, проходит регенерация тканей, и человек начинает уже питаться в нормальном режиме, опять же, организм набирает обратно то, что он до этого потерял. Сейчас у женщины проблема, что немножко она как бы набирает, озабочена этим. Я бы последила в этом случае, ввиду того, что полип постоянно растет, за консистенцией пищи. Это должна быть пища очень тщательно пережеванная. Никаких кусков не должно попадать в желудок. Это очень важно для процесса похудения и постройнения, потому что разные энергозатраты по разному организму переваривают куски, и пищу хорошо пережеванную. Вот. Это важно. И последила бы за количеством пищи. Я бы на ее месте сделала, наверное, несколько частых приемов в течение дня, но по количеству не более 200 грамм. То есть это вполне, я думаю, нормальный такой режим питания, который приведет к ее нормальному весу. И к нормальному весу, я думаю, что и к нормальной работе в желудке, что тоже очень важно для нашей телетельницы. Спасибо. Хорошо. Итак, продолжаем разговор о вашем авторском методе построения. Я так сказала. Вы пишете о определенной помощи иррационального мышления. Вот мы говорим, какие методы похудения могут быть, как вы работаете. То есть вы определяете мотивацию, правильную делаете. Выясняем причины, выгоды, потому что телу иногда выгодно. Вот мальчику выгодно было иметь вес, ему хотелось быть другом всем. Вот это выгода. Тело слышит, ее выполняет просто задание мозга. Какие еще выгоды бывают? Выгоды, вот опять же, если руководящая должность, выгодно быть большим, полным. Бывает иногда выгода такая, как самонаказание. Я себя наказываю, я разрастаюсь, чтобы быть неприятной окружающим. То есть корни этой выгоды лежат глубоко в детстве. Из отношений растут они матери, в основном, к ребенку. Если мама была недовольна чем-то, говорила, ты такая никакая, какая-то вот такая рассекая, что-то ей не нравилось. У мамы свои какие-то... Необоснованные критики. Да, свои могут быть мотивы тоже у мамы так себя вести. Ребенок, естественно, воспринимает слова мамы как основу. Он не может, к сожалению, их никак не оценивать, не критиковать. Я плохой или я плохая. Я плохая, я плохая. Вот и получите меня такой. Вот я такая и буду. Да, вот я такая и буду. Буду еще хуже. Буду еще хуже, да. И пусть вам всем будет плохо, как говорится, и мне тоже. Вот, такая выгода есть. Есть и выгода в привлечении внимания к себе. То есть мало того, что я внешне привлекаю внимание, я большая или я большой, меня много, меня крупные, видно хорошо. Вот. Но еще и я больной, у меня одышка. Я вот пол не могу помыть, нагнуться под кроватью. Да, пожалеете. То есть на работу меня на машине отвезите, с работы привезите, тут мне тяжело, в очереди я не стою. Ну, то есть очень много разных вот таких моментов. Человеку это выгодно, нужно, нормальным путем от этого получить не может, да. Поэтому он набирает вес и действительно. Это все происходит неосознанно, он сам не осознает этого и стремится постройнее, да, снизить этот вес, убрать его. Но выгода все-таки есть, да. И тогда вы действуете, это все сидит где? В правом полушарии, в психике, в подсознании. Понятно. Вот с этим вы и работаете, с этим нашим правом полушарием. Как долго приходится работать и каковы ваши методы работы? Поделитесь, какие упражнения, что вы делаете с людьми, что, может быть, какие-то из них уже помогут нашим телезрителям сегодня? Да, конечно. Наша задача, как я уже говорила, сформировать правильную мотивацию в правом полушарии, в нашем подсознании, для того, чтобы наше тело медленно или быстро и верно шло к своей цели, к снижению веса. Что такое мотивация? Это доминанта, то есть это самая главная точка в мозге, на которую оттягиваются все мозговые ресурсы. Вот такую доминанту нужно создать, и тогда проблем со снижением веса не будет. С каждым человеком вы создаете его личную доминанту, да, получается? Да, естественно, естественно, да. Это в программе, создается определенного рода установки. Но я могу сейчас приблизительно сказать универсальные моменты, которые помогут каждому прийти к струйному телу. Это самое главное, самое интересное. Для этого что-то нужно нашим телезрителям, Юля? Ну, я могу сказать некий текст, который можно записать, пока я рассказываю. Значит, нужен листок, лист и карандаш, или ручка. Ну что ж, дорогие друзья, приготовьте листочек и ручку. Мы сейчас будем что-то записывать. Итак. Ну, во-первых, необходимо, когда вы создаете доминанту в правом полушарии, необходимо создать эмоционально яркий окрашенный образ. Например, образ себя стройного или стройной, какой я хочу быть. Для этого, если вы никогда не были стройной, для этого можно взять из журнала какое-нибудь супертело, приклеить к нему свою мордашку. Да, как это «хочу быть, как Дженнифер Лопес». Вот, замечательно, прекрасно. Вот. И вот эту фотографию повесить, например, на зеркало туалетное, на неё любоваться всё время и представлять себя такой. Это очень важно. И поначалу у вас не будет получаться. Поначалу вам будет казаться, что это какая-то ерунда и глупость. Я такой никогда не буду, или таким никогда. Да, вы просто себе повторяйте определённые установки. Например, такую фразу очень важную, можно её записать. «С каждой секундой я избавляюсь от жира». Так. Элементарно всё и просто. «С каждой секундой я избавляюсь от жира». Да. Представляя своё постройневшее тело. Можно закрыть глазки, представить себе это тело, с которого испаряется жир, стекает, уходит, отламывается и падает кусками. Это неважно. То есть у каждого свои образы, они эмоционально насыщены. Вот. И чем больше в течение дня вы будете это упражнение делать, тем быстрее ваш вес, независимо от того, даже как вы занимаетесь, физкультурой или фитнесом, или сколько вы потребляете, всё равно вы будете снижать вес. Самая главная вера, по вере нашей, воздаётся нам. Хорошо. Вот. Сколько длится у вас ваша программа, чтобы организм привык, да, вот к этой новой мыслеформе этой, да, к новой мотивации? Программа длится три месяца. Вот так вот. То есть там есть какие-то моменты, когда у нас тренинговый режим, то есть мы как бы в группе это всё проделываем в течение трёх дней. А вот 21 день, о которых вы пишете, это что такое? 21 день – это тот срок, когда человек меняет привычку, когда человек перестраивается. Да, тоже клетка обновляется за 21 день, кровь. Да, да. Клетки всего организма, кстати, обновляются за 11 месяцев. То есть через 11 месяцев, если вы будете кушать правильную пищу, не шоколадные конфетки с копчёной колбаской, да, правильную, здоровую пищу, вы себя не узнаете, вы выглядите будете молодой, стройной, здоровой, красивой. Юля, итак, несколько слов об иррациональном мышлении, потому что наша программа подходит к концу, осталось буквально несколько минут. Что это такое, как оно может нам помочь в нашем построенении? Иррациональное мышление – это то же самое, что я говорила о подсознании, о правом полушарии. Это действительно древняя часть мозга, и там находятся вещи, которые не осознаются. Вот когда мы эмоциональный образ туда закладываем, мы можем даже не осознавать ничего. Этот образ просто будет сам по себе работать. Или, например, произносить какие-то фразы, которые я вот до этого вам называла, сейчас ещё одну произнесу. Эта фраза будет работать вне зависимости от вашего сознания. Главное в этом правиле, которое так и называется правило золотого сечения, поставить нужное слово в нужное место, в точку золотого сечения. Все древние заговоры, они направлены именно на эффективность вот этого метода. Вот это наши бабушкины заговоры. А потому они и работают. Потому они и работают. Что они правильно психологически и математически, кстати, это доказано наукой. Да, вот исследователь Журавлёв исследовал более 280 тысяч пословиц и заговоров, и сделал вывод, что там действительно самое актуальное слово лежит именно в точке золотого сечения. Это как 25-й кадр, знаете, который работает. Да, который чётко идёт ровно в подсознание. Так, что это за заговор, который помогает, поможет построить? Научный товарищи заговор. Научный заговор, да. Итак, текст такой. Как ты месяц на убыль идёшь, так и я на убыль пойду. С тела бела сала иди на свинью во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. То есть это такой христианский заговор. Да, 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 всё, у нас пост. Тем более убывающая луна. Всё, прям буквально с сегодняшнего дня начинайте. Слово иди находится в точке золотого сечения. То есть у вас действительно это будет капать прямо на подсознание, и вес будет уходить. И это как бы на здоровье человеку будет происходить делать? Конечно. То есть не во вред. Нет, не во вред. Во имя Отца и Сына. Потому что подсознание как... Да, вот знаете, я это... Тут не может быть ничего во вред. Всё только на благо. Хорошо. Юля, как часто вы приглашаете на свои тренинги? Как к вам можно прийти? Я думаю, что сегодняшняя передача заинтересовала тех, кто действительно хочет расстаться с лишним весом, тем более без всевозможных изнурений, а очень эффективно, приятно для себя, для тела, для своей психики, для души, для жизни. Порешать много психологических проблем. Потому что с весом, я думаю, они уйдут. Многие психологические проблемы. Да, автоматически, конечно. Программа проходит у нас регулярно. Набор в группы осуществляется где-то два раза в месяц. Проходит обычно в выходные дни. В пятницу вечер, суббота, воскресенье днём. По 4-5 часов ежедневно. Это для того, чтобы вот уже встать и пойти в программу. И вот в пятницу начинаем, а в субботу у вас уже минус на весах. Сколько? Сколько уходит за вот эти два дня тренингов у людей? Вот, за три, если брать. За первые три дня тренинга может уходить до полутора килограмм. Это как раз тот здоровый объём килограммов, который может уходить именно не без вреда здоровью. Абсолютно, да. Вообще в первый месяц легче худеться. Хорошо. Ну что ж, спасибо вам большое за эти полтора килограмма за три дня. А дальше больше. Да. Хорошо. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, дорогие друзья. Сегодня мы говорили о том, как избавиться от лишних килограммов, потому что причиной всему является не еда, а именно наша психология. Поэтому занимайтесь собой, занимайтесь своей душой, и лишних килограммов у вас никогда не будет. Помните об этом, а ещё о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы. Продолжение следует...